друзья здравствуйте александр приветствую вас друзья конечно вы привыкли уже что тут игорь обычно сидит рядышком и все у вас уже привычка что я там с ним какие-то темы разбираю но сегодня у нас прекрасный прекрасный александр со своим маслом и вот такое чудесное у него производства масловед давайте знакомиться представляйтесь александр друзья здравствуйте меня зовут александр я уроженец сибири города омска на воле судьбы я оказался в 90-х костроме с семьей сейчас проживаю в костроме по образованию я инженер-технолог текстильной легкой промышленности бакалавр техники и технологий много чем жизни занимался но последних несколько лет я увлекся производством настоящих живых сыродавленных масел изначально для своей семьи но так получилось что масла попробовали друзья знакомые и пришлось просто но судьба заставила расширить производство чтобы с этими продуктами познакомились и другие люди не только ради гастрономического удовольствия а еще для того чтобы профилактику проводить и оздоровление вот увлекаюсь я помимо маслодели еще земледелием очень меня интересует органическое земледелие я участник корпоратива светлые высоты это у нас это поселение в Ивановской области с друзьями старатниками мы еще организуем это поселение в Ивановской области на самом деле интерес у меня очень много ой ну вообще друзья ну давайте я просто расскажу как ко мне попала маслица да я всегда вот звездочек прекрасных я нахожу и стараюсь на своей страничке выкладывать информацию о звездочках о людях которые делают достойное что-то достойное в своей жизни и мне удалось попробовать масло александра да это это такая вкуснятина но вы уже знаете да что я давно на правильном питании мне очень нравится та пища которая есть моей жизни и масло это одно из ну главных таких прямо на пьедестале я все время говорю что масло это основа основ жизнедеятельности человека и раньше у нас были именно жировые фрукты ягоды овощи нам их убрали да и у нас остались орешки ну как как остались так и хорошо да мы вот все время радуемся хотя бы тому что у нас есть и когда мне попало масло я искушенный товарищ потому что у меня в семье маслом увлекаются мама своими ручками делает масло но это чисто для своих вот буквально блин самый близкий круг особо это никуда не выходит я нигде не рекламирую не продаю чтобы вы ко мне не обращались это я сразу говорю вот к александру потому что мне удалось попробовать и это настолько вкусно это очень вкусно но мне бы хотелось чтобы вы не просто мне верили да что вот мне вкусное но я еще рассказала что такое масло вообще на самом деле и давайте разбираться вот я всегда касаюсь физиологии я начинаю с физиологии процесса потому что если мы знаем что такое физика мы знаем что такое энергетика потому что они завязаны друг на друге энергетика завязана на физике в итоге получается что все это идет у нас четкой связки поэтому через питание через гармонию питания мы можем вырулить на правильную жизнедеятельность энергоинформационную давайте разбираться у нас органоиды ну то есть органы да в теле которая присутствует они не просто так там да для того чтобы пахать на нас они созданы для эволюции вот печень которую мы все любим это наш любимый фильтр в организме он выделяет кучу ферментов для того чтобы у нас все это дело в организме переваривалась и вообще у нас гепатоцентрическая форма жизни то есть печень со своими структурными единицами клеточками гепатоцитами позволяет нам согревать весь организм ну вот реально печени работает на нас у нас не сердце самое главное в организме не желудок не попадание мозги а именно печень потому что если печень работает грамотно и хорошо мы будем жить долго так вот смотрите я вам расскажу одну интересную историю когда только начинала сыроедить у меня стал вопрос а где же брать масло да ну просто у меня был шок потому что я читала составы я действительно изучала вопрос масла и для меня это был ключевой вопрос потому что я понимаю как устроен наш организм ну давайте разбираться вот с этого момента потому что если мы не знаем мы не знаем зачем это все нужно я уже говорила и много раз повторяла что на желудочно-кишечный тракт если он в порядке у нас весь организм в порядке желудок у нас перерабатывает белки поджелудочная перерабатывает углеводы а печень у нас перерабатывает соответственно жиры а теперь давайте обратим внимание на проценты да если по весу мы посмотрим какой процент от каждой железы у нас составляет по сумме весу смотрите у нас 70 грамм это поджелудочная вот такая малюсенькая то есть она прям реально малюсенькая раньше поджелудочная была вторым желудком сейчас она вот такая малюсенькая она там какие-то гормоны производит но понятно что мы все от инсулина зависим без инсулина ну попробуй ты открой клеточку да и что-то с ней сделать соответственно 400 грамм у нас желудок он перерабатывает белки белков у нас мало давно он их перерабатывать то есть это мешочек который попадает вся пища которая у нас сейчас есть и кислая и щелочная все у нас кучу раньше у нас было отдельно щелочная перерабатывалась в одном желудке кислое в другом и у нас вот этот язычок который у нас есть он у нас и здесь тоже да это у нас все как раз направляла то есть либо в один желудок либо в другое сейчас у нас все в одну топку вот 400 грамм желудок а печень 2 килограмма ну плюс-минус от возраста там от пола и так далее то есть мы понимаем что огромный орган он просто вот если посмотреть как он располагается он идет через всю нашу диафрагму диафрагма и там прям вот эта печень начинает пролегать огромный орган и теперь смотрим на наше питание у нас огромное количество углеводов все углеводы овощи углеводы фрукты углеводы хлеб который все практически едят углеводы каши углеводы компотики там чай очки это тоже так или иначе мед это углеводы все углеводы смотрим в белки но люди которые употребляют мясо понятное дело что у них еще какой-то белок есть на сыроедении люди отказываются практически от белка в редких случаях сколько хочешь кушай орехов зелени соответственно и бобовые это тоже у нас белок а вот жиров вот так еще меньше вот так то есть получается что у нас маленькая железа она напрягается а большой орган ничего не делает а потом удивляемся а почему мы стареем давайте разговаривать вот о том что делает печень но вот смотрите у нас чтобы вы понимали желчи она течет сквозь клеточки это единственный орган у которого образование чего-то там до какой-то жидкости она не в русло сразу ним какую-то систему там сосудов до складывается а прям между клеток представляете то есть это какой уникальный орган потом конечно все это собирается в канальце все это собирается и выводится соответственно желчный до пузырь там жест созревает и впрыскивается у нас уже кишечник так вот получается если мы не едим жиры печень она не не выбрасывает эту же что происходит желчи она застаивается и начинается то проблемы камнеобразования в желчном нам говорят двигайтесь двигайтесь да ну ты будешь двигаться так а нет вот этого желания у организма сбросить эту желчь то есть если мы едим жиры у нас печень постоянно само очищается вот услышите меня вот все говорят чистить печень чистить печень нужно чистить печень да нужно но как то есть одними тюбажами ты не обойдешься это будет например раз там в месяц раз три месяца вы проводите чистку генеральную но желчи то она должна каждый день опорожняться выходить из печени иначе у нас вот этого опорожнения не будет ежедневного обязательно это должно происходить отсюда не будет застойных явлений теперь смотрим на наш кишечник что у нас происходит с кишечником вот сколько мы кушаем и столько у нас должно происходить опорожнений а мы едим и соответственно ничего не выходит у нас из организма раз в день в лучшем случае у многих это обычно называется ленивым кишечником и мы считаем что это норма это вообще не норма друзья мои от слова совсем потому что это значит что у нас во первых перистальтика кишечника слабая а вспоминаем функцию желчи она начинает по-русски говоря щекотать кишечник и он начинает сокращаться то есть выброс желчи нам нужен именно для того чтобы у нас не было такого явления как ленивый кишечник то есть пищеварение наше все зиждется основывается даже не на желудке а именно на печень потому что если будет здоровая печень у нас будет полностью здоровый организм интересно следующее что в нам сейчас смотрите какая идет пропаганда да против жиров нам пихают животные жиры ешьте хотя бы есть обязательно денатурированные обязательно позже прожаренные проваренные чтобы там аж прям вообще весь кишечник облип этими камнями сальными да вот мы знаем что кишечнику на вскрытие даже если мы смотрим на людей то там запах такой что у и и весь кишечник он облиплен каловыми камнями и они прям как солидол вот этот вот коричневый страшный желто коричневый так вот для того чтобы этого не было у нас должно прочищение прочищаться должен организм именно желчью именно маслами то есть масла вот первое время не найдете что у вас возникнет такое вот вы выпили маслица и тут же у вас такой организм 1-2 он сначала промаслется полтора годика годик а то и два я думаю что у вас будет промасливаться организм и голодный организм он будет прямо жадно это масло поедать вы не представляете какая благодать будет организму у вас вот то что сухое личико она станет нормальным то есть у вас как раз липидный слоево становится у вас прекрасная кожа будет если например были где-то проблемы с суставами а если скрипят суставы то сто процентов однозначно дефицит масла и вот эти вот полтора-два года у вас будет перестройка организм потому что люди думают я щас как куплю бутылочку как выпью ее один раз и как станет нехорошо поэтому друзья мои масло само она кормит печень кормит весь организм и соответственно выброс вот этой желчи он организует правильно пищеварение поэтому не думайте что вы с одной баночки то я сразу с одной бутылочки до сразу такие раз и прозрели это должна быть систематика и должно быть нормой вот я за стол не сажусь если у меня на столе нет масла это это обязательно смотрите у нас развязана пропаганда на как раз вот я с вами поделюсь для меня это было интересно пару лет назад ну где-то года может быть два с половиной может быть даже три развязывалась пропаганда против авокадо мы знаем что это практически единственный помимо дуриана фрукт который содержит жиры и нам говорят вот для того чтобы выросло дерево авокадное нужно там таку там 30 лет там условно такие-то труды и там кучу деревьев нужно выкосить так зачем вы в природу лезете они сами там растут и вообще кайфово друг с другом соседствовать то есть развязана пропаганда и даже искусственные авокадо стали продать все до чего дошла система лишь бы мы вообще отказались от растительных маслов это же вообще для меня ну первый показатель того что мы на правильном пути когда система говорит вот это плохо это плохо давайте отказываться системы для нас никогда ничего хорошего не сделает мы сами до этого хорошего до должны доходить и когда ты понимаешь что утро твое начинается с водички до потом течение жизни там деятельности своей где-то маслица просто ложечкой чайного где-то например там жмых до добавил кстати жмых полезнейший вкуснейшего дали у александра мне очень понравилось сейчас у нас как раз период купала какое масло вкуснейшая просто в восторге то что напоминаю у нас период богини купалы и все что связано с абрикосом это на вес золота сейчас какая вкуснятина но это я не то что я там вам рекомендую но как бы если есть возможность обязательно возьмите потому что это прям вообще это настолько вкусно у меня ребенок взял это масло размазался по всему лицу и мам я пахну и хорошо выглядишь игр прекрасно выглядишь чтобы понимали ребенок совсем маленький то есть у нас все связано в семье с маслом и мы все очень любим масло и когда я познакомилась александр для меня это настоящий подарок поэтому добро пожаловать да вот в нашу команду все кто и же с нами пожалуйста вот да обратите внимание на производство александра потому что меня настолько даже я когда смотрела видео все чистенько аккуратненько эти бутылочки такие красивые такие прям ну вот чистенько все стерильненько я бы даже сказала и вот это радует это прекрасно но хорошо саш а ты что думаешь по поводу того как жиры влияет на наш организм поделись с нами информацию я расскажу свой опыт ну в первую очередь мы конечно производители ты сейчас очень много интересных таких вещей рассказала и я как бы ну информацию эту принимаю очень интересно познавательно с чего-то я многого не знал что ты говоришь потому что видно что ты специалист высокий у тебя большой опыт в сыроедении изучения физиологии человека я расскажу что знаю я на самом деле друзья мы живем в мире в котором создала система одни стереотипы то есть нам столько всего навязали на самом деле навязали абсолютно правильно ты говоришь нам чуждое а то что для нас родное для нашего организма полезно это все либо замалчивается либо откровенно саботируется то есть и вот полезность растительных жиров она сейчас вот только некоторые специалисты некоторые медики в открытую об этом начинают говорить что друзья без растительных жиров жить нельзя нельзя потреблять постоянно животные жиры в том числе все мы знаем что есть такое понятие как транс жиры ты абсолютно права что у нас куча продуктов вокруг нас содержит и транс жиры то есть это переработанные растительные жиры которые кроме вреда организму ничего не наносит но когда мы начали для себя для своей семьи и родственников производить масла первую очередь я как человек знакомый с сельским хозяйством был заинтересован в том чтобы найти сырье не напичканное минералами не напичканное гербицидами пестицидами я знаю что такое севооборот я знаю что такое действительно органическая продукция сертифицированная и мы изначально первые наши покупки конечно были это мы покупали ну вот где придется потом ты изучаешь скажем так рынок знакомишься с производителями и я понял когда мне первый раз пришло с алтая свое севообороты фермер сказал я почувствовал разницу между банским сырьем с обычного хозяйства где применяют минеральное давление то есть лен оттуда и оттуда масло из него принципиально отличается по вкусу и даже сама семечка поэтому мы искали сырье мы изучали мы сейчас нашли у нас круг поставщиков которые в основном работают на севообороте потихонечку мы вводим органическую продукцию благо этот рынок развивается и у нас на нашей земле уже появились скажем так единичные производители масленичных культур которые свою продукцию сертифицируют по европейским стандартам органической продукции а это если изучать это очень серьезный и такой основательный подход если там где-то будет химия какая-то что-то не так то есть сразу ты лишаешься этого сертификата это во-первых все недешево это во-первых все долго чтобы на органику выйти но в общем у нас принципиально такой подход производству бы органолептикой все проверяем отбираем самое лучшее для себя и для наших покупателей потому что у меня такой принцип я для людей делаю как для себя для меня это очень принципиально важно потому что ну не знаю воспитан так рожден с такими мыслями так живу а теперь по поводу полезности жиров когда начали все это изучать я для себя узнал потрясающие такие вещи которые меня просто поразили я узнал что ненасыщенные жирные кислоты в том числе самая популярная такая кислота как омега 3 это строительный материал мембран любых клеток нашего организма я узнал то что скажем связи в нашем головном мозге состоят из жгутев которые покрыты на 70 процентов жироподобными структурами я узнал что у нас желудок тоже покрытие из жиром если человек не применяют эти жиры то получается он просто ну а свой потенциал он теряет поэтому нужно постоянно вводить в рацион растительные жиры это благотворно влияет я добавить как раз по поводу саша я немножко в клинии чтобы мы далеко не ушли да вот по поводу жиров и желудка вот мне очень хочется вот здесь акцентировать и правильно сказал и друзья мои вот вспоминайте что говорят когда у человека язва желудка там еще там что-то да желудком говорят пейте жирное молоко ну а то есть само молоко там ценности не дает там жир дает то есть получается что мы можем жиром вылечить желудок это реально так вот сколько людей переходили до на жирное питание относительно жиров растительных то есть они жирное питание но правильное жирное питание у меня огромное количество жиров питания это такое количество которое знаете вот я не сажусь за стол чтобы у меня лужи масла не было реально такая миска с маслом поэтому конечно друзья когда мы говорим мы еще будем записывать и по заболеваниям потому что вот смотрите многие тыкаются мыкаются не знает куда пойти и а ведь все у нас есть вот пожалуйста просто кушай и оздоравливайся то есть не нужно там ложиться под нож что это зашивать либо вырезать понятное дело что это худший путь потому что рубец который есть это уже не наше тело это уже соединительная ткань это уже по живому как говорится все прошло а здесь устанавливается именно желудок потому что гармония возникла в организме просто потому что есть силы для восстановления мать и какой кайф то есть ты кушаешь под получаешь удовольствие еще и двойное удовольствие когда ты выздоравливаешь все прости что прервала тебя я вернусь к тем стереотипам которыми живет общество я вот не раз даже слушал людей близких к медицине о том что ой жиры да вы что да вы поправитесь да вы поправитесь вот этим стереотипом живут многие женщины и девушки получается что они себя лишают своей естественной красоты кожа повидают начинаются проблемы вплоть до сны доходят взрослых женщин которые всю жизнь себя ограничивают потребление жиров вот ну и конечно тут хочется я как бы изучал это все смотрел то есть уже часть медицинского сообщества она однозначно признает что растительные жиры они должны в вашем рационе преобладать над животными жирами да они должны быть вообще исключены то есть это вот эти все вредные продукты но мы живем в современном этом мире который как бы человека может поставить в определенные рамки очень сложно на это перейти то есть здесь во первых ну нужно человеку проявить свою волю то есть поменять какие-то установки вот эти ментальные конструкции о которых вы много говорите в своем знании и перейти скажем так на правильное питание сейчас тоже под правильным питанием некоторые предлагают такое это диеты которые я считаю что они совсем полезны вот у нас у меня даже супруга вот мы начали заниматься маслоделем то есть жена поняла я тоже что это прекрасная замена всей косметики у меня жена отказалась абсолютно от всех кремов то есть ты наверное знаешь что многих женщин заходишь в ванну у меня тут тюбик черного тмина тюбик абрикосовой косточки ну какое есть можно это даже отказаться от пасты зубных масло можно чистить зубы нужно организм замасливать и ты права от одной бутылки эффекта не будет то есть здесь нужно либо какими-то курсами проиграть либо систематически это употреблять тогда будет явный эффект и в первую очередь это будет заметно на жкт на нашем желудке абсолютно ты права что вот представительная эта функция то есть она намного восстанавливается вот этот ленивый желудок начнет работать на самом деле лучше по поводу сна вот здесь очень хочется отметить смотрите у нас мозг очень-очень любит жир вот если вы посмотрите по процентному составу всех наших органов где больше всего жира это у нас мозг вы понимаете вот эти все бессонницы невропатии различного плана раздражительность да есть энергетические причины это все понятно но мы же понимаем что физика завязана на энергетике энергетика завязана физики если у вас дефицит и дикие в организме если у вас состояние такое что вы еле дышите а каких-то можно говорить сна хороших понятное дело что ну как бы функционеры особенно дети особенно дети боже мой когда смотришь а у них сухие прям реснички сухие глазки вся кожица такая знаете аж прям скукожина казалось бы молоденькой молоденький организм там все должно пышать жаром да вот прям эффект должен быть молодости и я знаете я все смотрю по своим детям я же когда в школу прихожу да и вижу какие там детки и у меня внутри прям все так думаю ну как тогда вот почему так вот все и ведь смотрите в столовку школьную мне приходилось заглядывать я к слову сказать я работала в управлении образования своего района длительное время у меня была госслужба очень давно но она была и в силу того что питание тоже было на мне и детских садов и соответственно школ и я видела что там закупается мне просто вот вот так да все там типа сертифицированное все там вот такое но смысл то в этом питании он нулевой и дети приходят столовку они загружаются теми же сами углеводами и сидят на уроках мозги ничего не соображают от слова совсем еще говорят вот почему дети плохо понимают да если ты все время в состоянии стресса эмоционального духовно-душевного еще плюс питание какое у нас она школа это сплошной стресс но все ну какое тут будет обучение поэтому я приучила даже своих детей к тому что у нас течение дня я вот у меня сколько набор масел есть я к ним подхожу там каждому по чайной ложечке при оборот налила через там какое у меня время есть и следующие маслица у нас масло основа основ я не знаю как вообще можно существовать без масел к слову друзья вот многие скажут да андрейка там она вся на сыроедении ей вот это вот только и подавать вообще не об этом речь мы специально записали это видео чтобы вы понимали это для вас не для меня не для сыроедов не для веганцев не для вегетарианцев это общее видео для того чтобы у вас возникло понимание что если вы запускаете грамотное питание организма и спонсируете этим самым очищение санкционируйте очищение печени то здоровье однозначно будет то есть если вы кушаете там стерильную пищу если вы там условно там подбирайте каждый витаминчик каждый это это да это хорошо это может быть даже для вас будет полезно но без жиров функционировать организм не может тем более если они сыродавлены а я попробовал масло александра я восхищение еще раз об этом скажу вот смотрите вы знаете что я себя практически не рекламирую вот вы даже ссылки не найдете на все мои курсы там на страницах я как-то я не умею это делать но когда я вижу достоинства до в продукте но почему об этом не сказать я решила вот выйти к вам как раз для того чтобы об этом сказать александр завершающее слово и будем прощаться завершающем слове я хотел бы сказать друзья я не сыроид но я прекрасно понимаю что это хорошая система для оздоровления у меня в рационе наверное процентов 40 сыроедческой еды и скоро на нашем канале я записал видео про мой любимый завтрак он 100 процентов является сыроедческим подписывайтесь посмотрите и хочу сказать альон я с тобой согласен по поводу детей у меня жена когда была беременна дочкой у меня дочке сейчас два года третий годик пошел всю беременность она принимала масла у нас родился абсолютно здоровый ребенок поставили 9 и 9 при у нас свою дочку и я просто решили ее отдать в частный садик на полу пансион но долго искали садики на самом деле приезжаешь в садик и смотришь на деток такого возраста и ты понимаешь что детей уже вот видимо вот этими прикормами неправильными питаниями ты видишь что ребенок уже он светлый то есть он уже какой-то вот загруженный то есть ему как-то тяжело функционировать я смотрю на свою дочку она с утра у меня каждый прекрасном настроении весь день активная светлая в общем я как бы на своем собственном опыте на своем ребенке понял что замасливание организма приема во время беременности для детского здоровья это просто вещь незаменимая обязательно на эту тему мы тоже будем записывать видео потому что я на всех своих каналах кричу о том что беременность и вообще все что связано с детьми должно быть на здоровой ноте да не просто так а бы как поэтому однозначно такие видео относительно масел будет я сама течение всех своих беременностей которые более я масло там чуть ли не взахлёб поэтому я поддерживаю то что ты говоришь друзья кстати да вот самое главное то не сказала у вас же есть возможность по промокоду чаровное то есть ч а чаровное да ну знаете я автор книги чаровное сыроедение по промокоду чаровное иметь 5 процентов скидочки вот добро пожаловать да к александру вы можете спокойно писать заказывать масло указывает промокод и получать со скидкой масла всех благодарю зрителей что вы есть такие замечательные у нас что у нас есть возможность делиться этой информации потому что бывает такое состояние когда вроде бы ты знаешь а как донести это не понимаешь и когда появляются вот такие звездочки как александр которые не просто говорят а еще и делают это настолько приятно но я надеюсь что вам тоже будет интересно посмотрите на его страничках почитать я просто захлёб уже достаточно давно сижу смотрю и видео и читаю изучая сама то чего я не знала относительно масел в общем пусть у вас все ладится и получается доброго здравия вам до свидания до свидания все хорошо